Девушки отдыхают Такого давно не видал. Сегодня праздник. Наверное, народ вчера погулял. Я уже подъезжаю к месту. Сейчас буквально пару минут и все. Прибыл на место район Красной Звезды. Получается, в аккурат между двух мостов. Трежнодорожный и автомобильный. Это вот и забор. Сейчас я его обойду вдоль плечала. Где-то тут встану. Здесь есть ярко выраженный свал. Свал здесь серьезный. Здесь обычно лещало. Это яма хорошая. Я встану где-нибудь до 9 метров. Сейчас буду вставать. Пробовать здесь. Все это получается у меня крайняя точка в городской черте. Потом если ехать, то куда-нибудь уже за город. Сегодня у меня была идейка съездить в Тайнакурию. Где-нибудь там в Цыглы меня положить в котловане. Или на самой речке. Но в котловане вчера был человек. Комок он поклевывает. Щуки нет. Ну, видимо, еще вода не пошла свежая в реку. Щука не шевельнулась. Тут у нее какая-то была подвижка. Дней 5 назад пару дней поклевала. И все. Ладно. Буду выгружаться. И потихонечку выдвигаться. Нам так уже с погодой обещают. Беда. Буквально через 3 дня. Вот сегодня еще 2 дня. Что такая вот будет погодка состоять. Солнышко. Тепло. А потом попрут у нас дожди. Слякоть. Холод. Снег. Идет ли доход. Далеко еще, конечно, от города. Но все равно. Река уже там в районе Котлоса двинулась. Пришел на точку. Сейчас буду разбуриваться. Здесь место не тронутое. Никто не ловил. Тут место вообще такое хорошее. На дне бревна. Коряги всякие. Ну, хватает, конечно, и проволоки. Много здесь задевов. Ну, балансирование положить это точно. Только если на ратлин. Все замерзло. Сплошные такие бугры. Торосы на реке. Идешь в саня, где прыгают, дергают. Припотел немножко. Утренняя зарядка. Никого нету. Ни одного рыбака. Вчера все отрыбачились. Сегодня праздник. Все отдыхают. Так, ладно. Ставлюсь вдоль трещины, вдоль берега. Здесь будет лед толстенный. Сейчас бензобуром. Потом надо будет ручником добуриваться еще. Начинаю выставляться. Это я понимаю. Сейчас я сделал пробные лунки. Вот от берега метров 29 метров. Получается, в берегу я там 3 просверлются. 3, потом 4 метра. Тут сразу 6 метров. Тут 9. Вот он, основной свал. Отлично. Так и будут ставиться 4-9 в этом диапазоне. Фух. Чаечку испить. Ой. А, РКД. Бро. Что-то я переборщил. Ох, классно. Тишина такая. Я бы и завтра вошел бы, и послезавтра. Два дня там осталась нормальной погоды. Потом все испортится. Но, блин, не получается никак. На, там дома семейными делами позаниматься. А так у меня живцов полно. Я с собой взял 100 штук живцов. Ну, почему столько взял? Потому что сегодня я их всех отпущу на свободу. Пусть живут. А, лепота. Поставил только половину жерлис. О, мотает. И сработка у меня. А, блин. Ничего. Размотала леску-то полностью. Сорвала жерца. Ладно. Хорошо. Пока только ставлюсь еще. Начало положено. Поклевку видел. Все заряжено. Пока ставился. Было две поклевки. Одна окуневая. Плажок сработал. И он не мотал, бросил живца. Но вторая щуча. И щука была наверняка мелкая. Она выстрелила и ходом пошла. Катушку мотала, мотала. Вымотала всю леску. Леска кончилась. С топорного жерлицу. И все. Живца нет. Но мелочь была. Причем одна была пролевка на 6 метрах. Одна была на 9 метрах. Береговая линия молчит. Ну, только поставился, в принципе. Сейчас посмотрим. Еще время-то раннее. Часа два с половиной еще до поворота воды. Сейчас через сильную, но убылую тянет. Тут такая река-то прямая. То есть струя здесь такая неплохая идет. А на прибылой вода будет уже слабже тянуть. Сегодня тепло. Так вот, пасмурно даже немножко. Солнышка нету, солнце не мешает. Ветра ноль пока что. И вот сегодня все утро хожу без куртки. Руки не замерзают, ничего. Сегодня шикарная погода. Сработка. Что-то вот все время клюет на самый последний. Не может прямо под носом клюнуть. Так, в этом крае у меня первая поклевка пластового края, где что-то не мотает нифига. Так. Не-а. Может быть, окунь опять. Так, шевеление началось. Другая сторона сработала. Опять в самом конце. У нас в этом краю у меня сегодня уже третья поклевка. Я их пробовал ловить на ратлин. Ничего не было. Тут окуневая была поклевка. Наверное, окунь здесь. Так. Не размотала полностью. Ничего нету, но размотка полная. Или мелкая щука, шнурки или же окуня. Ну, вот в этом месте глубина 9 метров. Понятно. Живца не моя. Я беру, как ловить на ратлинг. Ничего нету. Так. Я беру, как ловить на ратлинг. Когда я делаю текст, Ну вот, взяла я у ящика Я там с кузовом Сидела, что я бряк Флажок сбрякал И Что дальше Опять живец на месте Да Где же форель-то у нас Акуня, наверное Акуня Да, походу, как у меня позавчера было на Уильского Окуня долбили Тут тоже самое, наверное Что за фигня Вот так вот Уже 7 похлевок А рыбы-то нету Сейчас возьму Маленький Ратлин или балансир Сейчас вода уже встанет Чеченье уже все Коротает По уровню вода уже стоит Больше не падает Пробую на маленький Там, походу, в том конце Окуни все Долбит Все поклевки получается на девяти метрах 8,5-9 метров одна была на 6 метров или две было на 6 метров поклевки все остальное на глубине размотала полностью ничего нету блин что такое то полная размотка перенес я все жарлицы с берега на глубину то у него берега было 4,5-6 метров и весь ряд береговой переставил на десятку все поклевки 8-9 метров сейчас была десятка поклевка только переставил но что-то блин не того жарца не сорвала достал жвец весь порезанный мелкими зубками то есть такая щука мелкая что ли здесь на той глубине какой-то блин полфергейст елки-палки сейчас еще мужик подошел донки проверяет у него донки стоят на зиму тоже вид все плохо не попадается ничего на лима были теперь все перестало я переставляю жерлицы на новое место ах ты ушла ладно хорошо поставился 4 жарлицы поставил новое сейчас жарлицы перевожу ломки свежие работают опа лески мало осталось ах ты блин вот но мелочь была мелочевочка вообще маленькая щучка вот они походу да тут и окунь мешает рыбачить и щучка мелкая долбит порой шнурки только хотел попить чайку после перестановки но на новом месте уже раз два три четыре поклевки сегодня мне везет бегать на самые последние постоянно клюет но не мотает что-то нифига почему-то и там сыграла жерлица елки-палки еще одна сработка везет к другой одновременные сработки ах ты что-то какая-то борода здесь поскидывал тут пусто пустая холостая сработка так на ту маленькую отпустить быстренько отпустить малька ну блин пробило короче 5 дальнем конце и чего так это означает перед поворотом у нас лески мало досталось глубина десятка у меня на волны метров по 12-13 всего лишь ну такими глубинами то обычно вы не ловим на таких глубинах ловим обычно там ну глубина 6-7 метров 7 потолок не пойму то ли на зацепе было то ли из пасти выдрал может быть был зацеп уже не стояла никого не двигалась расклевалась блин е-мое блин и там флаг загорелся и чего не мотает ничего дергает дергает и все так ладонько возьмем Пойдем там сработка еще одна Так уже чучка четвертая, две отпустил, две взял Тут прям у меня у ящика клюнуло, причем взяла на старый жерлифт Так, а беготня и суета Как взять с собой Что-то тоже на глубину взяла Опа Фух Нету Тут сегодня в этом краю окуни баловались Наверное, опять он Так, это у меня уже шестнадцатая поклевка сегодня Шестнадцатая Вот так вот А, чучка, наверное, была мелкая с разгону Сперла же в целом Поехали Фух Жарко сегодня Я вообще туда сна бегаю Как лось с сахарой Жарко, мама, не горюй Так, в центре Хорошо Хорошо О, мотает сюда даже Та-дэн Та-дэн И что дальше? Да, я на новое место поставился Не зря Поклевок дофига Никого Ну, у вас вот рядышком клюнуло О, нет, не мотает опять Что такое, блин? Не могу понять, кто-то у меня тут все клюет. Все в одном вот этом месте. Окунь, наверное, выходит. Сработки и холостые. Блин, что такое? Это щука мелкая просто. Долбит мелкая щучка. Потом опять мне будут писать, типа, ты стои в двойнике, заводи через рот, меньше будет сходов. Если будет крупная щука, она сожрет. Если мелкая, она хапает ходом. И срывать будешь из тройника, что-то из двойника. Пофигу все это. Через рот ты проводишь там, за хребет цепляешь. Щука крупная берет такого уже в сало, когда клацает и все, там в желудке у нее. А если такая мелкая, то хоть через рот, хоть через, не знаю, там, через пятую точку заводи ему. То есть много будет советчиков опять. Советчиков. Ну чего? Сейчас поклевало. Так, наверное, минут 20 усиленно. Везде в разных концах и в середине бегал, как лось с сахатой. Побегал нормально. Поймал я 4 щуки. Две отпустил, две взял. Было у меня 19 поклевок, 3 схода было. Но схода тоже мелкая рыба. Много промахов, срывает живцов. Здесь какое-то скопление шнурков. Детский садик здесь, короче. Ни одной такой щуки достойной. Вот где-то такая одна попалась, там, не знаю, кило 100, кило 200. Блин, даже хотя бы трешки нету. Тут места хорошие, перспективные. Но там все дальше, вот есть место хорошее, там две ступеньки на дне. Но, не знаю, успею в этом году, не успею там половить. Надо бы съездить в лес, нас гонять до своей избушки, там на озере порыбачить. Ну, там щуки-то полно этой травянки, килошников-то. Там можно ее хоть там, не знаю, хоть камазом вывозить. Надо окуня поискать нормально вот. Оторваться по окуням. Ну и вообще в избушку сказаться. Может быть уже сезон закрывать на избе. Потом уже после моря только. Да, сегодня погода вообще. Я вот так вот весь день просидел. Даже когда вот ходишь, даже в этих штанах, в этих синтепоновых там, ватных там, не знаю. Жарко. Весь день без шапки, весь день без куртки. Никакого ветерка, тишина, спокойствие. И рыбаков в воскресенье я всего и один здесь сижу. От третьего ЛДК, от нового моста. Вот, насколько я вижу, нету никого. Или ЖД моста. Там два мужика-то приходили, что-то гуляют с собакой там, вот ничего не знаю. Ну что, сейчас это уже будет поворот. Буквально через полчаса. Опа. Что-то какая-то странная сработка. Странная. О, мотает, мотает. Ну шнурок был опять. Там еле что-то там тянется. Ой, милочуга вообще, блин, что-то такая щука-то. Малёк, ё-моё там, не знаю там. По весу там, не знаю, может грамм двести в нём было всего лишь там. Может окунь был. Офигеть. Детский садик здесь. Точно детский сад. Да. Поклёвка номер двадцать. Ладно, ещё сижу полчаса точно. Ладно. Потом буду собираться потихонечку. Ну, наверное, начну собираться потихонечку. Получается, показала она вот перед самым поворотом. Такой у неё был активный клёв минут, наверное, двадцать. Бомбило. И щука видная, и окунь, скорее всего, там тоже. В перемешку. Вот они из-под корряк выползли. Вот уже полчаса тишина. Сижу тут, бахчу охраняю. Нормально. На добрую жреху поймал. Что-то сегодня у нас МЧСники гоняют уже. Наверное, раз четвёртый проезжает мимо меня. Раз прямо вплотную проехали. Туда, которая из стороны Новодвинска. Вчера два раза ездили, сегодня четыре раза проезжают. У нас уже сколько? Двое утонуло под Новодвинском на Мотособаке. Отец с сыном провалились и утонули. А вторая Мотособака, девочка из саней, выпала. А мужика спасли. Ну, буквально недавно. Ну, там тёплая вода. Там зимой не замерзает. Сброс воды идёт. Ну, в общем, вот так вот я съездил. В принципе, неплохо. Щука, конечно, мелковата. Тем более такие глубины, блин, где вся крупная щука, непонятно. Ну, ладно. И то хорошо. Нажерёху поймал на хорошую, на добрую. Побегался, не набегался, как лось там носился между этих жерлец. Удовольствие поймал огромное. Солнечные ванны попринимал опять. Сегодня погода была вообще классная, конечно. Сейчас, наверное, денька три буду домашний. Домашними делами заниматься своим семейством. Если всё нормально будет, если получится, то я поеду на избу. Там по озерам попробовать надо порыбачить. Щука-то там по-любому будет брать. Окунь, может быть, ещё не проснулся. Ну, посмотрим. Ну, и обещают дожди. Сейчас какая погода будет, непонятно. Вот такие вот дела. Давайте всем счастливо.